Александр Григорьевич, я слышал, вами была поставлена задача до 2025 года обеспечить население сельской местности доступом к широкополосному интернету. Ни для кого не секрет, что нынешняя молодежь очень привязана к интернету. Я сам родом из небольшого города и часто бываю на... Какого? Кировск, из Кировская. Небольшого. Да. И часто бываю на родине и общаюсь с местными ребятами. В современном мире довольно-таки актуальный вопрос хорошей интернет-связи в небольших городах и селах. Александр Григорьевич, значит ли это, что в ближайшем будущем даже маленькие деревеньки, в маленьких деревеньках появится качественная интернет-связь. Но в Кировске есть? В Кировске есть, да, да, в Кировске есть. Ну, на окрестностях где-то она хуже. Ведь это послужит дополнительным стимулом для привлечения молодых работников жить и работать на село. Спасибо. Ну, послужит, наверное, послужит. Все в комплексе. Но если зарплаты там не будет, в этих небольших городках, план у нас есть в 2025 году эту тему закрыть. Чтобы у каждого, о ком ты сказал, был широкополосный интернет. Ну, без этого сегодня нельзя. Но, с другой стороны, думаю, меньше будете сидеть в этом интернете, умнее будете. Да, интернет – это великое дело. Но мы же в 2020 году через интернет-революцию хотели совершить, и получился мятеж. И вот через призму того, посмотрите на современность, если бы мы тогда не выстояли, мы бы как страна не существовали. С нами давно разобрались без войны. И уже под Смоленском натовские войска бы стояли. Но от этого уже никуда не деться. Интернет должен быть, и мы людям должны рассказывать, как пользоваться этим интернетом. Потому что великое это дело, но и помойка хорошая. Мы от мира не отстаем. И 2025 год – это приемлемо. Я думаю, что в основном мы сделаем эту работу. Спасибо.